Проблемы шейного остеохондроза неразрывно связаны с состоянием шейных сосудов, неразрывно связаны с состоянием сосудов головного мозга. Я профессор Картавенко Виктор Владимирович, доктор медицинских наук, врач восстановительной медицины, и в этом видео я вам расскажу причины страданий сосудов при шейном остеохондрозе. А состояние шейного остеохондроза непосредственно связано с тем, как ведет себя наша печень. Вы можете спросить, а с чем это связано? А это связано с тем, что неправильно работающая печень, неполноценная детоксикация печени, неполноценная выработка, очищение нашей крови приводит к тому, что у нас происходит трехкратное или троекратное нарушение фундамента наших сосудов. Что такое троекратное? Это у нас страдает пластичность наших сосудов, это страдает тонус наших сосудов, это страдает каркасность наших сосудов. И шейный остеохондроз, как раз таки, в этом смысле, является той самой функционально-физиологической моделью, на которой очень хорошо можно понять причины, так называемых, мозговых ударов. Именно несостоятельность печени приводит к тому, что происходит нарушение стабилизации диафрагмы. А нарушение стабилизации диафрагмы отражается в две стороны, отражается на состоянии позвоночника вниз и на состоянии позвоночника вверх. А что у нас обеспечивает нижняя часть позвоночника? Нижняя часть позвоночника, у нас обеспечивает работу желудочно-кишечного тракта, полноценную очистку нашего кишечника. И неправильная работа печени, соответственно, через формирование нарушения диафрагмального нашего дыхания, состоятельности функции нашей диафрагмы, отражается на том, как у нас ведет себя система сосудистого отражения. А что такое сосудистое отражение? Сосудистое отражение, это то, что мы с вами фиксируем в шейном отделе. И сосудистым отражением, как раз таки, желудочно-кишечных страданий, страданий печени, мы относим огромное количество сосудистых проблем. Это метеозависимость, это метеочувствительность, это вегетососудистая дистония, это пресловутая нейроциркуляторная дистония по смешанному типу, гипертоническому типу, гипотоническому типу, это транзиторные, то есть проходящие нарушения мозгового кровоснабжения, это нарушение нашего зрения, это нарушение слуха, это нарушение обоняния, нарушение остальных систем, которые связаны с органами чувств. И поэтому, в зависимости от того, как ведут себя такие составляющие этой общей системы, а в первую очередь, состояние печени, желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки, у нас отражается на состоянии того, как у нас ведут себя сосуды, в первую очередь, которые дают максимальную травматизацию и большое количество внезапных смертей. Это сосуды шейного отдела позвоночника, это сосуды основания черепа, основания черепа, это внутри мозговые сосуды. Подробно на тему восстановления сосудов при шейном остеохондрозе, уважаемые коллеги! Мы остановимся на ближайшем нашем, в воскресном, вебинаре, на котором расскажем Вам о секретах восстановления сосудистого тонуса, сосудистой пластичности, сосудистой каркасности. Расскажем Вам некоторые секреты восстановления сосудистого тонуса сосудом головного мозга. А сейчас я вам расскажу маленький секрет, маленький секрет, гастрономический, которым пользовался наш гений нашей науки, основатель нашего первого российского университета, наш первый российский академик, Михаил Васильевич Ломоносов. Михаил Васильевич Ломоносов, по воспоминаниям своего товарища и друга по поэтическому цеху, господина Сумарокова, очень любил восстанавливать себя после ночных бдений, так называемой мозговой или разумной запивкой. Из чего она состояла, эта мозговая или разумная запивка? Она состояла из мезги, которую мы получаем от черной смородины, которая тщательно проваливается с медом, разводится немножко водичкой и употребляется по одной чайной ложке 5-6 раз в день. Подробно о секретах так называемой мозговой запивки мы с вами, как раз таки, и поговорим на воскресной встрече. Ссылка на наш вебинар под этим видео. И помните о том, что состоятельность печени и желчного пузыря, это наш крепкий тыл наших сосудов, нашей головы, нашей надежной мозговой активности.